Вопросы, которые обязательно нужно задать мужчине во время конфетно-букетного периода. Как ты видишь идеальную семью? Как ты видишь идеальные отношения? А что для тебя важно в отношениях? А что ты никогда не будешь терпеть? А что ты никогда не прости женщине? Вот как ты относишься к воспитанию детей? А ты вот как считаешь, можно ребенка бить или нельзя? Что это такое? Мой муж там ругается при ребенке. Мой муж матерится при ребенке. Мой муж меня критикует при ребенке. Да правильно Коля сделал. Правильно сделал. Пусть она там страдает. Пусть знает, что она натворила. Отец у меня вообще был алкоголик. Я вообще ненавижу его. И знать о нем не хочу. Не хочу быть на него похожим. Привет. Меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И перед тем, как мы перейдем к сути видео, прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк и смотри это видео обязательно до конца. Наверное, не совсем понятно, а почему именно во время конфетно-букетного периода? Объясню. Потому что в большинстве случаев именно во время конфетно-букетного периода есть максимальная открытость между мужчиной и женщиной. Какая-то, знаете, большая честность, большая открытость и большее принятие друг друга. Потому что если спрашивать это, задаваться этими вопросами вначале, на первом-втором свидании, это рано, это слишком поспешно. И, скорее всего, если это спрашивать у мужчины, скорее всего, будет некая закрытость или опаска. Если это начать спрашивать, когда уже отношения рушатся, когда уже есть взаимные обиды, претензии и так далее, задавание таких вопросов – это не те инструменты, которые могут реально возобновить отношения, улучшить или вывести их на новый качественный уровень. Поэтому лучше это делать во время конфетно-букетного. И я структурирую вопросы по смыслам и буду приводить некоторые примеры. Первые вопросы, которые, я считаю, нужно выяснить во время конфетно-букетного – это все, что касается прошлого мужчины и то, что касается его детства. И смотрите, важно, что это не просто набор вопросов, которые нужно задать в течение получаса или в течение часа, или на одной какой-то встрече. Это, знаешь, у тебя должно быть, как у женщины, некий чек-лист, некий список. И перед тем, как ты выбираешь мужчину, ну, неплохо было бы, чтобы у тебя были ответы на эти вопросы. Не обязательно ответы устами этого мужчины. Может быть, ты так разбираешься в мужчинах, в людях, что тебе не обязательно задавать вопросы. И ты и так понимаешь, смотря это на мужчину, или понимаешь, судя по другим разговорам, его ответам. Итак, первое – это прошлое. И что можешь спросить, скажи, а ты вообще похож на кого больше, на маму или на папу? На маму или на папу? Он может сказать, ну, на маму, на маму похож. А чем? Чем ты похож на маму? Интересно. И когда мужчина отвечает на вопрос, все больше у тебя, у тебя уже будет понимание, какие у него были отношения с мамой, какие у него были отношения с папой, почему он, вот он может сказать, я на маму похож характером. О, прикольно. А что мама? А какой у мамы там характер был? А чем именно похож? Или «А папу? На папу вообще не похож?» Он может сказать «Да я с папой вообще не общаюсь». Или «Отец у меня вообще был алкоголик, я вообще ненавижу его и знать о нем не хочу, не хочу быть на него похожим». Это же уже много информации, если мужчина так говорит. Это уже о нем многое говорит, о том, что есть какие-то нюансы. Или можно сказать «Да мама, я похож на нее сложным характером». «Мама, у меня сложный характер, у меня сложный характер». «Ха-ха-хи-хи». И, например, он этим гордится. Или можно сказать «Да у мамы мой плохой характер, и у меня плохой характер, но я над этим работаю, я постоянно прокачиваю себя». То есть нужно выяснить, на кого он похож, чем он похож. Нужно выяснить в идеале, какие у него взаимоотношения с мамой, какие у него взаимоотношения с отцом. Может быть, был отчим, какие взаимоотношения с отчимом. И какие взаимоотношения между мамой и папой, между мамой и отчимом. Какого мнения мама о мужчинах, какого мнения папа о мужчинах, были ли счастливы родители вместе, какие были взаимоотношения в финансовом плане у родителей, кто там пахал, кто что тянул на себе, кто что преуспел. Это многое говорит, потому что зачастую большинство людей повторяет прошлые сценарии. Понятно, что в этом видео я не раскрою все нюансы, я не буду вам тут сейчас гадать и говорить, если я ответил так, таким голосом, это значит то-то. И здесь нет на 100% трафаретов и шаблонов. Но многое может становиться понятным. Например, если бы я такие вопросы задавал девушке, она говорит, да я отца ненавижу своего, да он там маме жизнь испортил. Это говорит о том, что девочка обижена на папу. И рано или поздно эти обиды будут всплывать и в отношениях, и, скажем так, вредить этим отношениям. Следующий кластер, так сказать, что нужно бы понять во время конфетно-букетного периода. Какие вопросы нужно прояснить, это то, как мужчина относится к деньгам. То, какие взаимоотношения с деньгами у мужчины. То есть, какие бы вопросы я задавал, я бы сказал, мне было бы интересно, что. И понимаете, тут тоже нужно задавать вопросы не в смысле как машинист или вопрос ради вопроса, а, конечно же, с искренним интересом. Искренний интерес. Я думаю, что эти вопросы у тебя точно должны вызывать искренний интерес, что же мужчина ответит, что же у него там. Скажи, а ты чем бы вообще мечтал заниматься? Вот если бы у тебя был миллиард долларов или миллионы долларов, скажи, чем бы ты занимался? Какую бы деятельность ты выбрал? Следующий вопрос, который нужно понять в плане денег, это насколько он вообще считает, как он относится к большим деньгам. Как он относится к депутатам, к президентам. Как он относится к успешным мужчинам, которые сделали себя сами. Или он вообще в это не верит. Он считает, что большие деньги можно только наворовать, только украсть, только убивать можно за большие деньги. В поведении тебе нужно смотреть, как он относится. И не только, что он говорит, а как он и относится. Когда он едет по дороге, в маршрутке он сейчас едет или в машине своей. Как он реагирует на классные машины? Какие слова он произносит? Также, еще раз. Если бы у тебя был миллиард, чем бы ты занимался? Сколько ты вообще хочешь зарабатывать? Как ты считаешь? Сколько ты хочешь зарабатывать сейчас, через год, через 5 лет, через 10 лет? Когда тебе 50 стукнет, 70, сколько ты хочешь зарабатывать, каким способом? А как ты считаешь вообще, реально за год сделать супер рывок и зарабатывать в 5 раз больше? Или там рывок за 3 года? Или это невозможно? Или как ты считаешь? И слушай, что он отвечает. Он говорит, нет, это невозможно. Нужно медленно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, аккуратненько. Или нужно быть амбициозным, ставить большие цели, рисковать. Это опять же о том, как он относится к деньгам. О том, какие у него взаимоотношения с деньгами. И также нужно, конечно же, если мы говорим уже про деньги, прояснить, должна ли женщина работать. А как ты видишь семейный бюджет в семье? Как ты относишься к кредитам, рассрочкам? Как ты считаешь, если мужчина заболел, например, в отношениях? Он заболел. Что тогда делать? Что нужно женщине работать в 2 раза больше, в 3 раза больше? Или там, когда женщина в декрете, когда доход в семье, например, меньше стал? Как ты видишь, как правильней? Понимаешь, один мужчина может сказать, да, мне не надо, чтобы женщина вообще работала. Я работаю, мне нормально, мне главное, чтобы женщина была довольна. А кто скажет, конечно, женщина должна работать, она должна быть самостоятельной. Чего она будет сидеть у мужчины на шее? Как ты считаешь, сколько нужно семье денег ежемесячно? Какой бюджет, чтобы семья чувствовала себя комфортно? О какой машине ты мечтаешь? О какой квартире ты мечтаешь? В какой стране ты мечтаешь жить? Вот ты мечтаешь, да, а как ты думаешь, в разрезе какого времени этого можно достичь? Ты мечтаешь, а цели какие ты ставишь? Также крутые вопросы. Если говорить про собеседование, например, когда мы собеседуем членов команды в нашу компанию сотрудников, нам очень важно, вот как понять, что сотрудник что-то может, да, или что он действительно крут. Мы отталкиваемся от... Конечно, любой сотрудник может себя расхваливать и говорить, да, я классный, я стрессоустойчивый, я позитивный, я продуктивный и так далее. Но ключевое, почему мы меряем, это по предыдущим результатам. А какие его фактические, конкретные результаты на предыдущих местах работы? Это одни, понимаешь? И если у него не было результата в прошлом, то мы рискуем, беря такого сотрудника в компанию, потому что, скорее всего, и в нашей компании у него не будет результатов. Потому что человек, скорее всего, не результата ориентированный. И поэтому важно тоже прояснить, а какие у мужчины, вот что там, какие у него результаты за год, за последние 5 лет? Ну, в зависимости, понятно, сколько ему лет. Какие его результаты? Чего он достиг? Чего он добился? С какими сложностями он сталкивается? Какая сложность, по его мнению, его может действительно остановить? Что может заставить его опустить руки? Некоторые вопросы тут очень зависят от того, в какой форме ты спрашиваешь у мужчины. Потому что если ты давишь, если такая конкретная, как на собеседовании, скорее всего, это может вызвать негатив у мужчины. Поэтому это нужно аккуратненько, мягко, спокойно. Один вопрос задала, пообщались. Потом там через 10 минут другой вопрос. Очень осторожно спрашивать. Но я тебе говорю, что тебе будет много понятно о мужчине. И знаешь, ты, может быть, слушаешь эти вопросы, а ты задавай себе вопрос. А если бы тебе мужчина задавал те же вопросы, как бы ты на них отвечала? Что бы ты на них отвечала? И поверь, это похожие вопросы. Я бы советовал и мужчинам понимать о женщинах во время конфетно-букетного. Ну и следующий вопрос, это все, что касается, в принципе, взаимоотношений мужчины и женщин. Все, что касается ролей, функций. Как ты видишь идеальную семью? Как ты видишь идеальные отношения? А что для тебя важно в отношениях? А что ты никогда не будешь терпеть? А что ты никогда не прости женщине? А как ты, вот как ты относишься к воспитанию детей? А ты, вот как считаешь, там, можно ребенка бить или нельзя? Критиковать, ругать. Как ты относишься к воспитанию детей? К воспитанию девочки? К воспитанию мальчика? А вот если у тебя будет сын, ты бы хотел, чтобы что он делал? Со скольки лет работал? Чтобы чем занимался? Чтобы к чему стремился? В какой спорт ты его отдашь? Почему? Или не отдашь спорт? Будешь ли ты разрешать ему сидеть в гаджетах? Будешь ли ты строгим родителем, который стоит над его уроками? Те же вопросы касательно девочки. Как бы ты относился к девочке? Что бы ты хотел, чем она занималась? Это, блин, по этим вопросам, вот, понимаешь, человек на ладони. Если вот так прогнать человека условно по 50 вопросам, все. Ну, понятно, мне легче, да, потому что я психолог. Мне достаточно и трех вопросов, чтобы понять много о человеке. Но даже не профессионалу, даже не психологу, если ты эти вопросы будешь задавать, тебе будет многое понятно. Но даже если ты сейчас смотришь это видео и думаешь, ну, я задам эти вопросы, да мне ничего понятно не будет все равно. Окей, не задавай. Но если задавая эти вопросы, тебе ничего не будет понятно о другом человеке, скорее всего, ты все плохо понимаешь себя. Скорее всего, ты сама не знаешь ответы на эти вопросы для себя, как на них было бы действительно не просто эффективно отвечать, а как, в принципе, жить, чтобы жизнь была счастливая, классная, и было хорошо не только мне, а и всем хорошо. Или не всем хорошо, а мне плохо. Чтобы всем было хорошо, цель, чтобы всем было хорошо, как жить. И, собственно, ответы на эти вопросы, они говорят о чем? О том, как человек мыслит. Оно говорит о его прошлых, о его убеждениях, о его поведении. В чем штука? Мы очарованы друг другом. И кажется, что если у нас есть любовь, вот эта влюбленность, вот этот кайф какой-то эмоциональный, значит, дальше мы договоримся, значит, дальше все будет понятно, значит, дальше, если есть в фундаменте любовь, дальше все будет круто. Но если бы так было, тогда бы все были бы счастливы, тогда бы не было такого количества разводов. А знаете, когда на разборы в Инстаграм приходят девушки и говорят, Ярослав, а что это такое? Мой муж там ругается при ребенке, мой муж матерится при ребенке, мой муж меня критикует при ребенке. Блин, ну если бы ты задавала эти вопросы, может быть, ты бы заранее понимала, с каким человеком ты взаимодействуешь. Также вопросы интересные, знаешь, можно как бы с боку заходить. Например, был мужчина-женщина, они были пять лет вместе, у них был ребенок. Ребенок есть, ему один год. И женщина изменила, Маша изменила Коле, он об этом случайно узнал. И он ее бросил, он ушел от нее, она осталась с ребенком. И Маша попросила Колю платить алименты, а Коля сказал, что он не будет платить алименты, потому что она сволочь, потому что она предала его как мужчину. Вот скажи, дорогой, как ты считаешь, кто здесь прав, кто виноват, и как бы ты поступил на месте Коли? Мне просто интересно. Я тебе задаю вопросы не потому, что я следователь или лейтенант Коломбо. Мне просто искренне интересно твое мышление. Мне интересно, как бы ты мыслил. И понимаешь, он говорит, да правильно, Коля, сделал. Правильно сделал. Пусть она там страдает. Пусть знает, что она натворила. Это говорит о мышлении. Потому что, например, в моем понимании, даже если бы я попал в такую ситуацию, да, наверное, я бы тоже ушел. Наверное. Но даже если бы я принял решение уйти, не платить алименты, причем здесь это? Или не обеспечивать ребенка, который я создал с этой женщиной, причем здесь одно к другому, понимаете? Примерно такие вопросы. И все-таки, понимаешь, я хочу, чтобы вы тоже понимали, что ключевое это не задавание вопросов. Умение задавать вопросы – это не одно из то, что ведет к счастью. Все-таки то, что ведет к счастью – это то, насколько ты прокачана как женщина. Если ты хочешь еще больше прокачаться как женщина, разобраться в прошлом, разобраться, как же стать той женщиной, которая привлекает достойных мужчин, как перестать допускать ошибки в отношениях, как создавать действительно классные отношения, прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчины. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы под этим видео и обязательно перешли это видео подружкам, возможно, оно им будет полезным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!